Так, релизов нет, тем для обсуждения нет. А это значит, что я могу наконец-то что-то сделать с папкой по третьему ассасину, в которой 587 видеофайлов. Помогите у меня зависимость. Хотя не помогайте. Кто не знает про что рубрика на 100%, то все довольно просто. Наша главная задача — получить это заветное достижение в статистике. А для того, чтобы это сделать, почти во всех играх приходится страдать и проходить через многие-многие трудности. Большинство игроков не проходит игры на 100%, но послушать кулстори об этом не против, поэтому я тут. И в общем, треть ассасин — не самая простая игра в этом плане. И сегодня вас ждет немного ностальгии, собирательства и любовные советы. Да-да, сегодня будет жарко, но сперва небольшая интеграция. Если хотите проходить и насладиться всеми современными играми, но у вас проблема в плане железа, то вам поможет игровой облачный сервис gfn.ru. Он позволяет играть даже в самые требовательные игры, без лагов и задержек даже на слабых компах. Я, кстати, сам запустил этот сервис, чтобы потестить. И могу сказать, что игры идут отлично, нет просадок FPS, задержек и тому подобное. В сервисе все новинки доступны с первого дня релиза. Недавно добавили God of War, уже доступен Dying Light 2, Cyberpunk, все части ассасина и так далее. Все идет в стабильные 60 FPS. Также у вас не будет необходимости обновлять или скачивать что-то. Просто заходите на сайт, нажмите «играть», зарегистрируйтесь, это очень просто, и играйте бесплатно в проект, который хотите. GeForce Now доступен на Windows, Mac, iPhone, Android, браузере и теперь стал доступен на Xbox через Microsoft Edge. Еще можно взять премиум подписку с увеличенными игровыми сессиями и приоритетным доступом к серверам. Также на премиум будет доступ к графическим технологиям от Nvidia, вроде трассировки лучей RTX. Еще у них появилась удобная недельная подписка, с помощью которой вы сможете опробовать сервис. А по моему специальному промокоду будет скидка, так что вы сможете сэкономить. В общем, переходи по ссылке в описании, регистрируйся и играй с красивой графикой. Итак, запускаем игру. Хорошо, спасибо за морское что-то там. Так, цвета, да, отлично, спасибо. Угу. Угу. Сколько можно? Угу. Дополнение разблокировано. Перезапустите игру. Забавно. Короче, Десс наконец-то пришел к великому храму. И скоро конец его истории. Но до этого ему надо найти амулет, чтобы открыть вот эту дверь. И в этом ему помогут воспоминания Хейтема и Коннора. И дальше я просто не могу не рассказать об одном из лучших представлений главного героя в истории видеоигр. Мы видим этого Хейтема. Он тут, чтобы устранить какую-то цель. Он интеллигентный, но от него веет опасностью. Короче, он выходит из своего ряда, кто-то пытается встать и Хейтем типа, чел, сиди. Он поднимается по лестнице, начинает паркурить по театру, видит всякие интересные вещи. Челик добирается до своей цели, попутно уничтожая реквизит театра. Находит цель, убивает. А потом, когда начинается паника, когда люди начинают орать и находить якобы убийц, он особо не спеша уходит из театра, как будто ничего и не было. Даже мозга тут называется «стильный побег». Она отражает суматоху вокруг и абсолютное спокойствие Хейтема. И когда он выходит из театра, его спрашивают, как все было, то он такой. И как вам опера, Сэр? Довольно скучно. Офигеть, как же он хорош. Дальше мы попадаем в миссию на корабле. Одна из лучших миссий в серии. Она дает тебе интригу, расследование, адреналин и даже чел. Но чисто по сложности она супер легкая. И беспокойство скорее вызывает то, что игра, к сожалению, не особо хорошо работает в современном ПО. И чем дальше проходишь, тем проблема заметнее. Вот бы это и игре ремастер. Поняли прикол? Потому что ремастер-то вышел, но он испортил игру. А я типа такой, вот бы игре ремастер. Дальше мы попадаем в Бостон. И на этом сюжет мы пока что оставим. Минуту. Для начала нужно добыть кое-что. В этом ролике я по большей части хочу поговорить о собирательстве. Ибо мне нравится собирательство в третьем Ассасине. Секс, сука. Да, новые разрабы смеются над старыми играми серии. Мол, там много собирательства. Но вот собрать 1500 предметов в Одисе... Это другое. И конечно, в третьем Ассасине прям есть такие себе моменты. Например, собери 50 перьев для того, чтобы просто получить один наряд. Очень интересно. Но на самом деле это просто не самые удачные примеры. Потому что в третьем Ассасине чуть ли не лучшее собирательство, что есть в играх вообще. Те же сундуки. В Юнити их 300. В Синдикате 400. В мифологической трилогии несколько миллиардов сундуков. А теперь угадайте, сколько их в третьей части? 200? 300? На самом деле их 12-13 на каждой карте. То есть за всю игру ты найдешь где-то 38 сундуков. Все можно собрать за полчаса, максимум за час. И вы сами захотите это сделать, ибо в них тона денег. Хотя тут есть подвох. А именно, моя самая любимая система взлома всех времен. Унылие этого только новый Бэтмен. Вообще, пока собирал все эти вещи, я вспомнил, насколько же классные анимации в этой игре. Тут есть даже прикольная экшн-камера. Паркур такой плавный, он так сильно радует глаза. Нет этой тяжести героя, который эле двигается. Плавность во всем, от бега до боевки. Поэтому Юбисофт, может не стоило увольнять аниматора игры Джонатана Купера? Смотрите, что он сделал в Uncharted 4. Как вы могли его упустить? We are Ubisoft. Дальше мы встречаем Бена Франклина. Если вы найдете все пропавшие страницы, я вас награжу. На самом деле, поиск альманаха это очень клевая вещь. Ибо вы сможете познакомиться с одной из самых интересных исторических фигур. Франклин был не только политиком. Он еще был писателем, ученым, философом и даже изобретателем. Он придумал печь, которая так и называется. Печь Франклина. Она позволяла сохранить тепло и была дико популярной в Америке и Европе 18 века. Причем Франклин даже на патент не подал. Он хотел, чтобы люди свободно ею пользовались. Но все равно какой-то чел запатентовал печь, буквально украв идею, и стал очень богатым. Как говорит Шон, это доказывает, что мир был полон козлов еще до изобречения интернета. Но даже несмотря на все это, Франклин это продукт своего времени. Он очень любил женщин, был жутким бабником, но в то же время любил над ними шутить. И весь этот квест с альманахом довольно сильно затрагивает эту тему. Во-первых, в самом альманахе много его интересных цитат и стихов про женщин. Например, муж, что рогами награжден, вооружен, но не предупрежден. Мне нравится. Сэм так жену по уху приласкал, 5 футов доктор за лечение взял. Жена кряхтит, изрядный вышел счет. Отныне муженек-то не побьет. Сэм прямо при жене кошель открыл и доктор вот так провозгласил. Возьмите доктор 10, а не 5. Вдруг вы понадобитесь нам опять. Но все до цветочки, ведь в игре есть знаменитый монолог Франклина. 8 причин, почему надо встречаться именно со взрослыми женщинами. 99% игроков его пропустили. Любопытно послушать. Во-первых, они мудрее. Это очевидно. Во-вторых, красота не вечна. Посему от женщины должна быть польза. Иначе ее просто сдадут старьевщику. В-третьих, леди постарше не понесет. А значит, одной заботы у вас меньше. И тут весьма кстати четвертый аргумент. С годами приходит осторожность. Дама постарше не станет болтать о вас лишнего. Касаемо пятой причины. Во всяком прямоходящем создании, живительные соки, что наполняют мышцы, сперва уходят из верхних членов. Иссыхает и уродует за чего? За ним шея, потом груди и руки. То же, что пониже, сохраняет форму много больше. Напяйте двум дамам на голову корзину, чтобы доставало до пояса. И ни за что не разберете, кто из них моложе, а кто старше. Ночью все кошки серы, как говорится. Да вы шутите. Но не лгу, поверьте. Шестой. Свяжешь свою судьбу с девицей, берегись. Ответ нести придется за две жизни. А с женщиной постарше страха нет. Отсюда и седьмой резон. Сомнения больше снидают молодых. Опыт и возраст сумеют держать в узде волнение и робость. И, наконец, последняя причина. Она проста по сути. Опытные дамы за внимание платят сполна. Вы очень убедительны, господин Франклин. Возможно, и мне стоит снять пару проб. Всецело советую. Такой персонаж не смог бы существовать в современных играх. Я честно слушал все это и было дико неудобно. Ибо игры сейчас максимально стерильные. Сейчас буквально запрещено такое говорить. Незаконным, конечно, но вы понимаете. Из-за пример с корзиной на голове тебя могут отменить. Черт, такую игровую индустрию потеряли. То есть я хотел сказать, осуждаю. Ну, Франклин, чел, ты... Это какая-то побрякушка. Интересно, что дадут, если собрать все 24 побрякушки? Капитан зарыл свои сокровища и послал письма четверым друзьям. В каждом по странному кусочку кожи найдешь их, найдешь и сокровища. Ну, давайте догадаюсь. Мне надо просто зачистить пару лагерей, да? Так, какой-то форт. Интересно. Что происходит? Ты же, блин, не собираешься туда. Чел, не надо туда ходить. Чел, не надо туда ходить. Я же просил, не надо туда ходить. Ничего себе. Из-за выполнения этих миссий нам дают частицу Эдема, которая способна создавать магнитное поле. Какого черта? И вот все эти миссии за то, что я собрал пару побрякушек. Конечно, есть средние вещи, типа катакомб. Там надо найти все точки быстрого перемещения. И, конечно, нам дают разные испытания. Это клево, но по большей части все довольно монотонно, скучно и есть пару багов. Но с другой стороны, это контент, которого я называю подкастовый контент. То есть, ты можешь запустить стрим любимого автора или какие-то политические новости, чтобы было понятно, что сейчас происходит в мире. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Или, наконец-то, можно послушать, что там было на суде Джонни Деппа. Или даже не знаю. Ради прикола заценить Нюрнбергский процесс. Всегда было интересно, но как поставил всмотреть позже, то так там и осталось до недавнего времени. Так что спасибо, ососен. Еще надо собрать пакеты со всякой всячиной для людей. Спасибо. Ну, еще в игре надо найти все виды животных на фронтере. Это немного деморойно, ибо иногда животные спрятаны, ты не можешь найти нужный вид, но так или иначе, это крайне медитативная вещь, которая, в принципе, мне зашла. Во-первых, за счет того, что некоторые животные супер милые. Собаки дерутся, но вот прикол, если их поглотить, то они перестанут это делать. Лучшая игра во вселенной. А это медвежата. Они пока даже не подозревают, что я только что убил их мать. Такое качество в плане животного мира я видел разве что в Эрдер 2, как и невероятные детали. В этой игре снег сделан лучше, чем в 90% современных игр. Смотрите вот на эту деталь. Когда герой проходит сквозь снег и рядом вода, то она заполняет следы, которые герой оставляет. И вы скажете, все это хорошо и интересно, конечно, но я не люблю Ассасина из-за того, что в каждой игре серии по 756 тысяч авампостов, и это справедливо по большей части. Но знаете, сколько вам постов в Assassin's Creed 3? 7 на всю игру. Поэтому на самом деле это довольно большая трагедия игры, потому что 3-й Ассасин одна из немногих игр в принципе, которая реально тебя очень хорошо развлекает вне сюжета. Никакого гринда, ничего подобного. Качество контента как минимум средне хорошее. А самое главное, тут очень много миссий, которые не уступают по постановке сюжетной кампании. А в итоге получилось так, что 80-90% всех игроков даже не видели этот контент, не видели охоту за кольцом Кида, не видели офигенную фауну, не видели кринжовые, но прикольные стихи Франклина. У Дика захворала разжена, и видит доктор тяжело больна, и спробовали все безрезультатно. Что делать, мол, ведь доктор непонятно. Кровопускание, разве что, но с ним почти наверняка мы смертью зрим. Муж отвечает, если рассудить, то лично я за то, чтоб кровь пустить. Осуждаю. В принципе, игроки пропустили целый пласт довольно классного контента, который раскрывает мир игры более детально. Многие даже не знают, что в игре можно грабить куруваны. Из-за всего этого Юбисов сделали вывод, что раз люди по большей части не видят это наполнение мира, то тогда оно вообще не нужно. То есть не нужно более настойчиво подталкивать игроков к прохождению этого контента, сделать более очевидным доступ к нему. Не-не-не, надо именно все это вырезать и добавить в мире простое, обычное, унылое и бесконечное неинтересное собирательство. Поэтому да, я понимаю людей, которым нравится четвертый ассасин. Но как только ты выходишь за пределы сюжета, то приходит понимание, что игра-то особо ничего больше не может предложить. В общем, я не утомился, занимаясь собирательством в третьей части. И я хотел выразить немного любви к этому контенту, ибо мне кажется, он дико недооценен. И я прошел где-то 30% игры. А дальше у нас, хотя на сегодня все. Скоро расскажу про сюжет и доп. контент. А чтобы видос вышел как можно скорее, и чтобы он был длиннее обычного, то давайте так, 20к лайков, и я договорюсь с кем надо и все устрою. Не забудьте еще про подписку и до скорого, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok